Меня зовут Людмила, я пришла с дочерью, чтобы пообсуждать вот эту пенсионную реформу. Во-первых, я считаю, что любая реформа, которая проводилась в нас в последнее время в стране, привела к отрицательным результатам, что здравоохранение, что образование и тому подобные реформы. И я считаю, что прежде чем говорить, что на одного человека работающего один пенсионер, надо в первую очередь заинтересовать предпринимателей, чтобы открывались новые рабочие места. Это раз. Значит, в первую очередь нужно сделать, чтобы налоговая была правильная политика, чтобы, опять же, был прогрессивный налог, а не так, чтобы с уборщицей и с олигархами, которые покупают яхты, платили те же самые проценты. Это раз. И все денечки пойдут туда, куда надо. И вообще я тоже за референдум. Потому что Крым присоединили, и мы сейчас всем доказываем, что да, Крым – это хорошо, потому что они референдумы, с ними договорились как бы. А нас, значит, никто не спросил. Я уже прабабушка. Я уже, получается, 12 лет на пенсии. У меня, слава богу, государственная еще есть пенсия, потому что я работала в госслужбе. Вот сейчас поговорят и сократят мне это моё. Но вообще, конечно, прожить на эту пенсию тяжело, хотя у меня считается приличная пенсия. Понимаете, мне пришлось, чтобы жить на пенсию сейчас, продать в Москве и квартиру, и дачу, и машину, и гараж. И я вернулась, я сама в Питерске вернулась сюда, чтобы хоть как-то жить, существовать. Потому что на пенсию, ну, не проживешь. Ой, мне кажется, что у правительства не очень всё ладится. Понимаете, потому что я вот хорошо знала Грудинина, я работала с ним, с Павлом Николаевичем Грудининым. Работала, и я знала его как порядочного, честного человека. Знала его маму, папу и так далее. То есть он хотел, действительно, он же сделал вот этот в своем совхозе, вот этот городок. Действительно, это есть. Но человек был честный. Ну, не захотели его, он хотел сначала у нас в Ленинском районе быть главой, но его тоже, как говорится, всякими кознями-перекознями не допустили. Конечно, я не считаю, что он нищий человек, но он порядочный. Понимаете? Так что вот такие дела. Надо пересмотреть, во-первых, чтобы депутат... Во-первых, нельзя депутатам делать такие государственные пенсии, пускай они получают пенсии, такие же, как мы. Что пускай тогда вообще отменят всем эти государственные надбавки. Даже пускай имени это уже. Как-нибудь в первом сентябре. Но у них-то до отбавки получается до 100 тысяч. Можно, конечно, на 100-150. Значит, надо, в первую очередь, отказать в этих депутатах, депутатам в этих дополнительных пенсионных пенсиях. Ну, опять же, референдум, наверное, или вот так же... Может, действительно, забастовки какие-то делать, это я не знаю, что. Это, конечно, ну, сложно. Надо сообщать, наверное, всем как-то... Надо заставить наше правительство слушать народ. Сколько раз не слушали, где все попадали, если поднять всю историю России. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok